сколько времени мы ехали и какое расстояние от объездной дороги семь с половиной километров время в пути у нас занялось 7 где-то наверное 7 минут примерно всем привет столица на связи мы сегодня вновь показываем дом дом на продажу площадь 173 метра участок семь с половиной соток и цена его 14 600 наверное стоит начать с того что прям вот этот загородный квартал он вас со всех сторон окружен лесами здесь довольно тихо и вот я не знаю видно или нет эту улочку такую довольно уютную где мы сейчас находимся находимся на той же самой улице мы уже ранее снимали обзоры здесь домов точно так же все осталось по-прежнему симпатично классно всегда все почищено брусчатка асфальт благоустройство здесь зеленые газоны у всех елочки высажены уже все красиво и концепция открытых фасадов вы знаете мне очень понравилась концепция открытых фасадов это действительно очень симпатично приятно смотрится когда дом не внутри участка не спрятан за забором сразу сразу попадаете в дом и между прочим между прочим экономится еще и территория самого участка то есть задняя часть участка она становится гораздо просторнее на напишите комментарий нравится вам такой стиль такая концепция или нет говорят что это такая что-то европейское американское калитка с забором это вообще прям мега круто но ладно как бы про калитку с забором рассказывать не буду но коллеги утверждают что здесь поместится 4 автомобиля вообще действительно дом для большой семьи в нем 4 спальни мы сейчас это все увидим в данном доме все готово полностью то есть остается только произвести чистовую отделку водосточка светильники освещение все подшивки все все уже сделано пойдемте внутрь здесь мы попадаем маленький тамбур относительно теплый стеклянный и далее заходим в дом налево от меня техническое помещение с инженерными сетями здесь есть окно и как я уже говорил все системы подключены все имеется все смонтировано далее далее мы попадаем большой санузел это причем не самый большой санузел данном доме это гостевой санузел на первом этаже большая спальня 17 квадратов здесь лестничный марш под ним можно разместить систему хранения и за моей спиной огромная кухня гостиная 35 метров с большими окнами панорамными и с выходом на террасу так ну вот так вот кстати да можно показать ширину что вы заценили на этой террасе а ее площадь между прочим почти 20 квадратных метров можно разместить много чего а вы кстати напишите в комментариях чтобы вы здесь разместили на террасе такой площади и такой формы участок семь с половиной соток и на нем можно разместить много чего вот оцените сколько места свободного здесь еще есть гаражи теплицы баня беседка если надо и даже чум кстати напишите в комментариях нужно ли действительно приобретать большие участки и за это переплачивать пока мы на первом этаже напомню перекрытие межэтажные и сплит перекрытие на втором этаже деревянная пойдемте на второй этаж здесь просто три огромных спальни они реально очень большие много всего можно разместить можно сделать встроенные шкафы можно сделать систему хранения мастер спальня с кладовкой в данном случае далее мы попадаем в огромный просто санузел на втором этаже здесь даже обсуждают различные варианты перепланировки разделение его на два на два санузла чтобы прям сделать полноценную мастер спальню и далее две зеркальных одинаковых спальни тоже очень большие с большими окнами а вообще вот что мне здесь понравилось этот дом разумеется мне прям очень понравился он большой просторный здесь четыре огромных спальни ну понятное дело что это для тех кому это нужно для тех кого большая семья а еще мне очень нравится вид из окон в данном случае из данной спальни вид выходит на ваш участок и на участке соседей на такие же красивые достойные дома если вы хотите посмотреть этот дом и узнать подробнее о способах приобретения звоните к нам 55 55 15 меня зовут чикишев александр либо переходите по ссылке в описании в данном поселке очень много домов строится деревне решетникова район верхнего бора талаирский тракт очень живописный много деревьев на салаирском тракте есть два горячих источника верхний бор и советский в данном поселке абсолютно все коммуникации электричество интернет газ все есть в каждом доме уже есть септик есть скважина все абсолютно готово подключена разведена смонтирована установлена вот мы сейчас еще остановились возле такого объекта благоустройства здесь у нас мини футбольное поле продолжение озера вокруг велодорожка детская площадка такой очень симпатичный мостик над озером и даже кстати беседка этой беседки я не помню видимо и сделали недавно и подсветка обратите внимание вечернее время все светится очень хорошо симпатично и уютно вот я сейчас стою на мостике и размышляю наблюдаю эту всю территорию она закрытая вся окружена забором шлагбаум то есть посторонние суда просто так не попадут всего лишь 5-7 минут по самому живописному тракту в тюмени и вы попадаете в крутую локацию с классным благоустройством закрытую эти здесь действительно есть где прогуляться здесь есть хорошее благоустройство детская площадка беседка вот вдоль всего поселка пешеходная дорожка здесь ног не хватит чтобы все обойти нагуляться вдоволь кстати дорога по которой мы едем и все дороги даже боковые здесь твердым покрытием дорога широкая и все время всегда почище здесь есть две детские площадки есть искусственное озеро я сейчас стою на тротуаре на пешеходной дорожке здесь от кпп до кпп где-то ну километра полтора берете коляску велосипед либо надеваете кроссовки с утра пораньше и побежали ну на самом деле никуда выезжать не надо для жизни для отдыха точнее здесь есть абсолютно все смотрите какая есть беседка вот так вот это озеро выглядит летом а сейчас мы его покажем как она выглядит зимой самом деле в этой беседке мы уже бывали причем в летний период у нас если хотите на канале есть видео посмотрите как это выглядит летом но и зимой ну понятное дело что зимой на холоде здесь не разгуляешься здесь надо уже гулять активно а вот так вот выглядит озеро зимой летом летом здесь можно плавать на лодках купаться не рекомендуется но тем не менее все равно жить возле водоема это всегда какой-то некий кайф в этом есть